Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Мария Филинкова. Смотрите выпуски. Существуй по размерам. Депутаты Гордумы проверили их на себе. Поставь лайк и удали спам бегом в парке. Интерактивных детей научили безопасности в интернете. Это моя кепка, ассоциируется с веселой девочкой, которая никогда не была. Соглашение по инвестиционным проектам на 13 миллиардов рублей. Вдвое больше, чем в прошлом году. Таковы итоги работы Донской делегации на Петербургском экономическом форуме. Завод по производству пищевой пленки построят в Батайске. Рядом с Ростов-Ареной вырастет гонбольный дворец. Колбасный завод перенесут из Ростова, а керамический в шахтах модернизируют. И это только часть перспективных проектов. Самый крупный вклад в общую сумму инвестиций от группы «Агроком». Подписано соглашение о реализации сразу четырех проектов на 10,5 миллиардов рублей. В Южнобатайском индустриальном парке компания построит завод пищевой пленки, логистический центр и колбасный завод. Это тавр и из центра Ростова переедет за город. На текущий момент на юге России нет ни одного нового, построенного уже за последние 20 лет по всем современным стандартам предприятия, именно мясоперерабатывающего. Вот мы планируем этот проект реализовать. А также построить спортивный комплекс «Гандбол-арена» на Левом берегу. Земельный участок уже оформляется. Следующее соглашение международное – российско-швейцарский аграрный проект. В Тарасовском районе появится завод по производству систем капельного орошения. «Это очень хорошая и простая технология. Она позволяет беречь воду и добиваться высоких урожаев. В России аналогичных пока нет. Это будет импортозамещающее производство с использованием российских материалов». Проект инновационный и импортозамещающий. Такие компании на Доно ждут и поддерживают. «Левинная доля всех проектов – это индустрия, в том числе появление новых производств в Ростовской области. Часть из этих производств будут уникальны, они первые в России, ничего подобного пока нет». Одно из таких производств скоро появится в Новочеркасске. Предприятие будет перерабатывать золошлаки «Гресс», что не только решит одну из экологических проблем города, но и обеспечит строителей недорогим песком. «Они могут использовать песок, который в данном случае из золошлаков будет в два раза дешевле и может быть использован для строительных материалов, то есть для производства бетонных работ, строительных работ и ряда других. Порядка 300 технологий сегодня есть, с помощью которых можно использовать золошлаковые отходы». Расширится и выбор керамической плитки. Ассортимент продукции шахтинского завода меняется за счет новой линии. «Компания очень активно развивает свою долю рынка. Уже не только в эконом-сегменте, где мы однозначный лидер в России, но и в среднем сегменте. Мы впервые вышли в высокий сегмент сейчас. И вот в том числе то оборудование, которое мы устанавливаем, нам позволит дать новые форматы для рынка. Ну, прежде всего, керамогранита. Это сегодня тренд». Еще одно соглашение Ростовская область подписала с почта банком, который начал работу год назад, но уже хорошо известен в самых отдаленных районах. «Сегодня банки, которые занимаются, в том числе и крупные, уходят из маленьких городов, маленьких населенных пунктов. А почта банк и стратегия этого банка, значит, чтобы в каждом небольшом населенном пункте было место, где человек, гражданин, получит хорошие, качественные финансовые услуги». В целом, проекты, по которым подписаны соглашения в Питере, дадут региону больше двух тысяч рабочих мест. Инвесторы выбирают Ростовскую область не случайно. В ежегодном национальном рейтинге состояния инвестиционного климата она поднялась сразу на восемь пунктов. Мария Филинкова, Мария Индрикова, Станислав Фоменко, Дон-24, Санкт-Петербург. Уличных спортплощадок должно быть больше, и оборудовать их надо лучше. К такому выводу пришли депутаты Ростовской гордумы, проверив места для занятия спортом. Инспектировали сознанием дело, что доказывает золотой знак ГТО. Прочность спортивных снарядов тестируют лично. Покорить турник на глазах коллег рискнул Евгений Соболев. Хотя в его случае риска дать слабину нет. Недавно депутат сдал нормы ГТО на золото и сегодня получил заслуженный знак. А вот площадка для воркаута в парке Горького до высшей оценки не дотягивает. Не мешало бы ее расширить и сделать мягкое покрытие, сошлись во мнении депутаты. Во время объезда они успели посмотреть спортивные зоны в разных районах города. Разная оценка, конечно. Каждая из площадок по-своему хороша и по-своему есть, конечно, свои минусы. В парке Горького, конечно, эту площадку нужно увеличивать, расширять масштаб этой площадки. Объекты обустраивают за счет городского бюджета и инвесторов. В прошлом году в Ростове появилось несколько десятков уличных спортивных площадок. Но для мегаполиса этого недостаточно. Есть проблемные места. Это проэтарский район города Ростова-на-Дону. Там и нехватка площадок есть, и также есть вопросы по содержанию, балансам данных площадок. И, кроме того, на сегодняшний день мы видим, что не везде, не все площадки в хорошем состоянии. Мы сегодня посещали северный жилой массив. И там у нас получается на 300 тысяч населения практически один спорткомплекс, который недавно переоборудовали в общий игровой. Результаты проверки станут основой доклада на очередном заседании Гордумы. Депутаты предложат, как улучшить физкультурно-спортивную ситуацию. Виктория Щетинина, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Эти помочь успеют. Социальные работники области готовы к труду и обороне. Почти 250 сотрудников соцслужб сдали нормы ГТО. Бегали, отжимались, подтягивались в легкоатлетическом манеже до ГТУ. Прибежать первым на помощь – дело для социальных работников обычное. Перед сдачей норм ГТО пришлось, правда, немного потренироваться. Но это скорее для поднятия спортивного духа, говорят участники. Занимались, тренировались, на работе уделяли время тому, чтобы хоть что-то сделать. Ну, спортсменами назвать нас возрастной категории всех нельзя. Но надеемся стараться хоть какую-то медаль взять. Ну, не самая главная медаль, самое главное участие. Самый сложный норматив – бег, скорее всего, на два километра. Это уже не первый этап сдачи норм ГТО работниками социальных служб. Желающих побороться за знак Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса оказалось так много, что в один день не управится. Мы пригласили наших коллег выступить в преддверии Дня социального работника, показать еще, насколько мы умеем не просто работать с людьми, не просто оказывать государственные услуги, а мы можем еще и быть спортивными, подтянутыми. Мы все за здоровый образ жизни. Готовность к труду и обороне подтверждают все больше жителей области. И высокие показатели не самые главные отмечают в Минспорте. Самый по себе ГТО – это не просто выполнение нормативов, это в первую очередь поддержание здорового образа жизни, быть всегда здоровым, смелым, сильным. Это всегда модно, всегда полезно. Сколько соцработников сдали нормы, еще предстоит посчитать, а затем наградить самых спортивных. Роман Саганов, Виктория Щетина, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Безопасности в интернете детей подучили наглядно. На празднике «Интерактивный ребенок» важнейшие компьютерные операции можно было прочувствовать на себе, выполняя условия конкурсов на ловкость, скорость и логическое мышление. Человек-пружина развлекал гостей парка «Октябрьской революции», пока формировались четыре команды по десять человек. Получились смайлики, оранжевые сочные, амрон и звездочки. Первый конкурс на скорость – поставь лайк. Участники должны добежать со стикером, якобы лайком, из соцсетей до своего волонтера. В желтых майках и кепках – смайлики. Название придумали, связанное с интернетом и схожее с натурой команды. Участники веселые и активные. У каждого на кепке свой смайлик-характер. Моя кепка ассоциируется с веселой девочкой, которая никогда не была. Я здесь очень веселый и жизнерадостный смайлик. У него улыбка немножечко другая. Второй конкурс на ловкость. Удали спам. Зажав шарики, пары должны добежать до волонтера и удалить там этот надутый спам. Вновь победили смайлики. Очень много угроз, которые могут навредить детям. И очень пользоваться этим интернетом. И чтобы они могли не попасть в ловушку и на сайты, которые навредят психике ребенка. Самое интересное для нас, для этичников, это на первом этапе найти для себя уже молодежь, которая заинтересована в развитии информационных технологий. По крайней мере, получить первые срезы готовности молодежи учиться дальше, чтобы в школе уже особенное внимание мы уделили именно этой детворе. Между конкурсами для участников проводились викторины для прохожих. На вопрос, когда необходимо купить антивирус, большинство отвечали, если компьютер заразится. А правильный ответ – сразу после покупки компьютера перед подключением к интернету. Ну а одним из последних конкурсов для участников был ребус. Евгения Слинкина, Руслан Хамчиев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Три победы в трех матчах. Сборная России по гандболу выиграла товарищеский турнир в Турции. Правда, соперницы были не самые сильные. Македонию наши девушки обыграли со счетом 35-29, хозяек – 34-32 и Литву – 30-12. Из Ростов-Дона в турнире сыграли всего трое. Анна Сень, Ксения Макеева и Марина Судакова. Ильина и Вяхерева долечивут травмы, Бобровникова в декрете, а Седойкина и Петрова турнир пропустили и присоединились к команде для подготовки к отбору на чемпионат мира. Первый матч с Польшей 9 июня в Астрахани. Первый ушел. Вслед за Курбаном Бердыевым покинул в футбольный Ростов один из лидеров – Кристиан Набоа. Игрок сборной Эквадора перешел в питерский «Зенит». В нашем клубе этот креативный полузащитник отыграл два сезона, стал серебряным призером чемпионата России, а особенно отличился в Еврокубках. Именно он забил со штрафного победный гол в теперь уже легендарном матче с Баварией. А еще забивал Андерлехту, Аяксу и Спартия. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 15.00. Еще больше новостей на сайте don24.ru. В студии была Мария Филинкова. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином модной женской одежды «Сержинетти». Редактор субтитров А.Семкин